Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить об интересном грибе. Это саркасцифа. Обычно лесники, грибники проходят мимо нее и не собирают, не знают, что она все-таки съедобна. Гриб удивительно красивый. Его еще называют волшебной чашей эльфов. Вот они под листиками! Вот, под листьями прячутся всегда. А, тебе покажи. Вот. А, да тут еще под листьями прячутся. Он красный. Если рассматривать такие грибы как подобное к подобному, по китайским принципам, то, скорее всего, он должен работать с кровью. Подтверждение этого можно найти в книге Михаила Вишневского «Лекарственные грибы России». На самом деле, чудесная книга. Обалденная книга. Здесь очень много интересных сведений о грибах. И здесь рассказывается, что все-таки их применяли действительно при перерезании пуповины у младенцев для остановки крови. Так как грибы съедобны, мы их сегодня попробуем пожарить. Лекарственные свойства этих грибов особо не обнаружены. Но их никто не исследовал. И если медицина когда-нибудь ими займется, то, наверное, она все-таки их сможет исследовать. Жарить мы их будем на чугунной сковородке. Почему на чугунной? Потому что высокая температура разогрева и посуда с покрытиями все-таки не очень хорошо. И для того, чтобы пожарить, мы просто перемещаем это все. Сейчас разогреваем масло. Быстро будем разогревать. И кладем сюда. И вот 5 минут мы жарим до серебристой корочки у грибов. Раскладываем, жарим. И теперь мы сюда добавляем лучок. Лука я специально добавляю много. Луку тоже надо время на обжаривание. Лук специально нарезан. И лук тоже будет жариться полукольцами. Достаточно долго. Солим. По вкусу. И вот смотрите, мы пожарили лучок до золотистого цвета. Выглядит все достаточно аппетитно. Теперь вот я лука не пожалела. Реально, потому что я люблю жареный лук. Можно было класть меньше. Но теперь на эту массу можно поверх разбить яйца. И будет такой омлетик вкусный. А можно вот эту вот массу смешать с картошкой. И будет картофель обжаренный с луком, с грибами и с картошкой. Можно любые варианты, то, как вам нравится. Можно это приправить сметанкой и дожарить в сметанке. А можно сметанку парить поверх картошки. В общем, выбирайте сами, как вы будете кушать. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...